Добрый день всем! Меня зовут Светлана. Я рада вас приветствовать. Сегодня я начинаю новый проект. Это будет летняя сумка. Вот в конце лета придумала себе шить летнюю сумку. Ну и ладно. Сделала вот такую вот пиццу. Вообще пицца задумывалась, чтобы оставить память о любимой летней кофточке. Как это часто бывает, кофточка стала мала, стала не актуальной. Но я очень любила вот эту ткань, вискоза, трикотаж. И вот чтобы сохранить память об этой кофточке, я сделала вот эту пиццу. Я сделала выкройку бочка сумки. Сумка будет вот такой вот формы. У сумки будет бочок, плавно переходящий в донышко. Как ткань компаньон я взяла вот такие вот полоски. У меня был лоскут полосатой ткани. Полоска бежевая, полоска оранжевая, полоска бежевая, полоска желтая. И вот я вынула бежевые полоски. И из этих полосок сделала среднюю деталь. Простегала. И уже сделан ремень для сумки. Ремешок тоже стеганный. Ремень отстегивается и регулируется по длине. Так. Ну что. Начинаю раскрой. Выкройка без припусков на швы. Даю припуск сантиметр. Продолжение следует... видео с сумкой у меня не пошаговая показ процесса раскидан по разным видео здесь как бы все собирается в одну кучу и так рассказываю у меня был раскрой бачка вот это лицевая часть сумки будет вот это будет задняя часть сумки на которой сделан карман в рамку на молнии как делать подобные карманы у меня есть отдельное видео на ю тубе вот здесь вот будет ссылочка там карман на джинсовой сумке но в принципе технология одна и та же и вот так вот это выглядит с из с изнаночной стороны так дальше ремешок вы уже видели будет отдельное видео по ремню подклад готов как делать подклад у меня есть отдельное видео там ответ на вопрос как вшивается молния в сумку ну и под этот шумок я сшила подклад для вот этой летней сумки так дальше и сделала боковую деталь сумки с донышком вот она мне вот такая вот значит рассказываю кто-то понимает и видит а для новичков расскажу делается вот такая вот шлевка с помощью картонки заутюживаете припуски внутрь а потом уже без картонки заутюживаете в четверо потом идет от строчка и потом нарезаются вот такие вот шлевочки продеваются в полу кольцо специальная сумочная и потом втачиваются либо в саму сумку куда-то либо вот как я сделала приложила сначала при приточала к сумке шлевку отдельно а потом приточала закрыла шлевку вот такой вот деталью и закрыла открытые срезы вот так вот у меня и получилось вот такая вот боковая деталь у меня получилось теперь у меня есть кант вот у меня бобинка с кантом кант у меня самодельный бежевый кремового цвета и вот этот кант я хочу приточать на сумку на обе боковых детали по контуру и потом уже буду притачивать боковушку так кантик сначала боковушки приточала немножко ошиблась в длине средней детали поэтому пришлось боковушки подсаживать немножко поэтому идет сборочка что добавит объем сумки тоже плюс ошиблась ошиблась выкройку надо будет отредактировать сейчас сумка выворачивается кант вручную выправляется припуск сантиметр шов это не искажает на загибах поэтому можно оставить припуски сантиметра что желательно поскольку у меня ткани сыпучие есть вот поэтому строчка была два миллиметра и примерно две десятых то есть больше чем два но меньше чем два с половиной притачивала бачка в строчку притачивания канта лапкой для втачивания молнии я хочу сказать что я за кадром примерила подклад вложила его в сумку садится хорошо размер нормальный хороший и сейчас берем подклад на подкладе у меня в донышке сделано техническое отверстие вот я думаю что нам маловато надо будет его расширить маленько вот в донышке сделано техническое отверстие поэтому по верху прошиваю полностью то есть подклад вывернутый на изнанку вкладывается сумочка вывернутая на лицевую сторону то есть складываем сумку с подкладом лицом к лицу лицо подклада складывается с лицом сумки так и сейчас совмещая все швы надо будет сколоть сумку с подкладом и прострочить по верху сумки с припуском на швы сантиметр сначала скалываем все швы потом скалываем бачка и стачивать я буду со стороны подклада потому что у меня сумочка получилась немножко шире и и машинка соберет излишек и будет очень красиво вот я втачала проложила строчку по по кругу сейчас мне нужно через техническое отверстие вы вывернуть все вот это на лицевую сторону вот у меня сумочка вывернутая сейчас ворачиваем подклад в сумку смотрим как как он у нас садится не нужно ли его подкорректировать заодно уминаем вот этот шов поскольку у меня бачок стеганый обтачка стеганая шов у меня получается жестковатый его надо умять размять здесь мы работаем скульптором то есть другу ручками активно лепим активно лепим выворачивая шов доставая его из сгиба вот сейчас я отутюжу отутюжу вверх сумки и прострочу на расстоянии примерно сантиметр от края сделаю отделочную строчку которая будет удерживать обтачку на своем месте потом я я закрою техническое отверстие на подкладе и у меня сумка будет готова сумка отутюжена техническое отверстие закрыта отделочная строчка проложена получилось как получилось что на участках канта у меня машинка отказалась шить очень толсто большой перепад толщины и взобраться лапка не не смогла даже с моей помощью ну и поэтому делочная строчка проложена от сих пор до сих пор симметрично естественно и на участке по центру бочка вот здесь вот маленький отрезок строчки проложен только чтобы закрепить все так ну и и вот и все можно носить можно сумку использовать оттеваем наши карамбины и сумка готова такая вот сумка у меня получилось выместительная намного вместительная намного вместительнее чем моя нынешняя летняя сумочка и что немаловажно намного легче чем моя нынешняя летняя сумка на сегодня это все я с вами прощаюсь если вам видео было полезным ставьте нравлики если оно вам понравилось ставьте нравлики пишите отзывы а я с вами прощаюсь всем всего хорошего и до новых встреч до новых встреч